Всем привет! Это Пара Спиц и с вами Тоня Февралева. Сегодня вам покажу, как вязать вот такой вот рельефный узор из пряжи секционного окрашивания. Смотрите, как классно вот эти вот петельки у нас образуются в такой хаотичный красивый узор. Я вот уже вижу прям классный, супер стильный джемпер. Посмотрите, как супер клёво! Здесь у меня та же самая пряжа, но петельки сделаны из белых частей пряжи, поэтому смотрится совершенно по-разному. Как этого добиться? Обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте мне лайк и пишите в комментариях, какая я молодец и какие классные идеи вам тут подкидываю. Вот смотрите, вяжем мы вяжем, когда я дошла до нужного мне места, да, я еще выбираю где, то есть у меня тут вот большое скопление белого, и я постаралась иногда пропускала, не вязала из белых кусочков вот эти петельки, чтобы у меня легло там, где я хочу. То есть сейчас у меня вот здесь вот явно такое место голое, и я покажу, как я вяжу. Смотрите, вяжем по типу узора мех, то есть я провязываю лицевую, петельку не сняла с левой спицы, а большим пальцем накинула, и снова из этой же петельки лицевую. Обе петли возвращаю на левую спицу, зацепляю, и снова провязываю лицевой. Вот у меня получилась петелька. И так я делаю, пока у меня не кончится мой вот этот белый кусочек. Можно делать хоть по одной петельке, хоть сразу по многу, и оно вот так вот, смотрите, как красиво. Сейчас покажу, как вязать на изнаночной стороне. Бывает такое, что вот ниточка, вот она на изнаночной прям легла там, где надо. Мы тогда сделаем таким образом. Ну, вот, например, попалась у меня ниточка нужного мне цвета. Что я делаю? Я провязываю изнаночную, ниточку на указательный палец правой руки натянула, и вернула, и еще раз провязываю изнаночную из этой же петельки. Снова на левую спицу обе петли, и провязала лицевой. И вот у меня остался узелочек с петелькой. Все, и дальше вяжу. И посмотрите, на правой стороне точно такой же узелок, как и вот эти, которые связаны на лицевой стороне. Поэтому вяжите там, где ляжет пряжа, ошибиться тут невозможно. Чем будете больше экспериментировать, тем более интереснее будет выглядеть вот этот вот узор. Вязать можно носки, шапки, шарфы, снуды, джемперы, кардиганы, все что угодно. Надеюсь, вам было полезно это видео, и вы будете использовать такой узор в своих вязаниях. С вами была Тоня Февралева, обязательно подпишитесь на мой канал, всех целую, обнимаю, всем пока!